Елена Ивановна Рериха После ухода Николая Константиновича Рериха она писала «Мы должны будем собрать разбросанное творение нашего родного Светлого, потому я так стремлюсь оказаться в новой стране», так Елена Ивановна называла Россию. И там начать работу, работать в этом направлении. Ведь собирание необходимо поставить на твердое, широкое основание, на основание справедливое, ибо мы не можем отбирать эти творения из музеев и собраний, где их ценят и любят, и умеют сохранить. Но многие частные владельцы будут желать продать, и это надо будет умеючи проследить, и если где нужно, спасти от разрушения. Эти мечты Елены Ивановны воплощены в жизнь усилиями Людмилы Васильевны Шапошниковой, нашего мецената Бориса Ильича Булочникова, других меценатов и многочисленной общественности. В течение 26 лет собирались картины. Они приобретались на аукционах и у частных владельцев. И я сейчас хочу показать вам небольшой ролик, как поступали некоторые картины в музей, как они собирались. Но это небольшая часть, и только те картины, которые были у нас изъяты 7 марта. Пожалуйста, поступление картин в МЦР. Вот в 2002 году поступила картина «Скид у озера». И я здесь даю вам заключение экспертов, чтобы вы увидели экспертов, потому что вы знаете, что были такие высказывания, что музей хранит неподлинники. Следующая картина Николая Константиновича – это «На берегу озера». И опять же заключение экспертов Третьяковской галереи. «Старый король», вы видите, эскиз, заключение рядом. Следующие картины. «Приказ Рикден-Жапо» в 2006 году. Эта картина была приобретена и Шикардзонг из коллекции Боулинга. Ну, очень интересно, вы, наверное, знаете многие из вас историю, что в 1935 году, когда музей Нью-Йорка был разрушен предательством Хорша, Елена и Хорш забрал все картины к себе в свое частное собрание, Елена Ивановна обратилась к Кэтрин Кэмпбелл и к Балтазару Боулингу выкупить эти картины. И часть картин, которые выкупила Кэтрин Кэмпбелл, они были предназначены для нового музея, который составали соратники Рерихов. А часть картин, которые выкупил Балтазар Боулинг, Елена Ивановна просила, чтобы он их сохранил, что они найдут новое достойное место. И вот эти картины собирались, выкупались, привозились сюда. Более того, сюда приезжал сын Боулинга, к которому перешли эти картины в наследие, приезжала его семья. В 2003 году были приобретены картины «Вестник» и «Матерь мира». Эти картины были приобретены у Энтина, директора музея в Нью-Йорке. И у нас есть такие документы, где Энтин собственноручно пишет, что он передает эти картины для музея в Москве. Вы видите, как привозились картины, распаковывались. Здесь еще Татьяна Георгиевна Роттерт, вы видите, наш искусствовед. Вот Людмила Васильевна присутствует при повестке этой картины. Также был приобретен в этом году портрет Николая Константиновича Рериха «Нижегородский кремль». Эти картины все забраны и вывезены. Эта картина «Зон Кладака», она в свое время была в коллекции у Коршей, но потом была в коллекции музея Нью-Йорковского. В 2004 году были приобретены картины «Красный всадник», и вы видите заключение. «Горы и сосны» также заключение. Картина «Пасхальная ночь». Вот Людмила Васильевна подписывает документы о приобретении картины, распаковываются картины. И мы трудимся. «Жанна Дарк» — это картины все, которые были в музее Нью-Йоркском. «Майтре, победитель» — это картины известной серии «Знамена Востока», которые также картины «Знамена Востока», это уже картина серии «Его страна». Так собирались картины, приобретались, привозились, исследовались, ими занимались. В 2005 году картина «Выступление в поход» была приобретена. И в этом году, вы знаете, что мы хотели выставку открыть вот в марте, представить эту картину на всеобщее обозрение, потому что она практически не выставлялась в России, до революции только выставлялась. Но не удалось, ее забрали, и в списке изъятия картин она значилась первая. А Министерство культуры нам даже дало, так сказать, добро и согласилось участвовать с нами в организации этой выставки. Картина «Ниже глубины» с заключением. Эта картина приобреталась на аукционе. Вы видите здесь заключение даже представителя Министерства культуры. В 2007 году картины «Скалы», пески из костюмов, «Монгольский ца». Также картина была приобретена на аукционе. Вот предыдущая кризиса, это Содби. И здесь заключение министра… А, так, да? И это заключение из Министерства культуры экспертизы. Вы видите эту картину, как ее в музее, в экспозиции развешивают. Картина «Знаки Христа» была забрана. Она находилась у нас в хранилище, ее изъяли из хранилища. Картина «Камень несущая». Картина была приобретена в Петербурге у владельцев. Причем к нам приезжали представители этого владельца сюда. После того, как мы приобрели эту картину, им выдавалась справка специальная. Они произвели фотофиксацию, что картина находится в экспозиции. Это экспертное заключение. Вы видите, что Международный центр Рейхов его дает. Почему? У нас работал эксперт Глебова Ольга. У нее было разрешение Министерства культуры. Она у нас работала, у нас был отдел экспертизы. Вот частично картины. Почему я на этом обратила ваше внимание и показала вам эти картины? Потому что 7 марта под покровом ночи они были вывезены из музея. И теперь люди, которые вывезли эти картины, в частности господин Кртычев, заявляют и пытаются убедить общественность, что они не являются подлинными. И многие, наверное, из вас это заявление слышали. Это было по Первому каналу. Россия выступал господин Кртычев. Поэтому я и постаралась вам только показать и убедить экспертное заключение. Возникает вот вопрос, с какой целью это делается? Для того, чтобы опорочить музей? Или чтобы оклеветать мецената? Или чтобы иметь возможность тайком продать эти картины за большие деньги? Как защитить картины, пишет Елена Ивановна? «От продажи людям, ничего не знающим об их истинной ценности. Кроме того, являясь шедеврами искусства, многие из них воплощают прекрасную идею, связанную с заповедной страной. Эта чудесная концепция страны заповедной, обители великих учителей, может разрушиться, подобно распавшейся нитке жемчуга. Моё сердце разрывается от боли, когда я думаю об этой трагедии», писала Елена Ивановна. И у всех, кто участвует в разрушении музея, конечно, у каждого свои интересы. Кого-то интересует усадьба в центре Москвы, кто-то хочет отвести внимание от пропавших картин в музее Востока, кого-то интересуют деньги. Но за всем этим стоит самое главное. Это борьба с новым знанием, с новым космическим мировоззрением, которое принесли в мир Рерихи. Николай Константинович Рерих называл свои картины художественным комментарием к живой этике. И собранные вместе картины несут в себе определенные цельные знания, раскрывают важнейшие идеи нового мировоззрения. Это такие идеи, как единство человека, планеты и космоса. Единство о том, что высшее ведёт за собой низшее. Идея о ведущей роли учителя в нашей жизни. Идея о победе света над тьмой, оглавенствующей роли культуры и красоты в нашей жизни. Этому плану следовал Юрий Николаевич Рерих, когда привёз картины своего отца в Россию. Этому плану соответствовала основная концепция Святослава Николаевича Рериха, когда он создавал общественный музей в центре Москвы. И этому плану строго следовала Людмила Васильевна Шапошникова, когда создавала музей, который наполнен красотой, светом и любовью. Музей, который стал фокусом нового знания, нового космического мышления. И, как мы видим, сейчас фокусом борьбы нового со старым. Мы знаем, что новые идеи построения, отвечает Лена Ивановна, входят и утверждаются при самых больших напряжениях и битвах. И каждая битва имеет своё значение. Накал битвы, который происходит, и тот мощный ресурс, который брошен на уничтожение музея, свидетельствует о заключённом в нём мощном потенциале. А то, что музей продолжает работать в таких условиях, доказывает жизненность идеи Рерихов о том, что будущее за общественными формами культуры и показывает силу нашего единения. И закончить я хотела бы словами Елены Ивановны Рерих. События помогут движению культуры развиваться, как последнему прибежищу. Пусть никто не считает это движение не новым. Оно будет порогом нового мира. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ